всем привет привет друзья с вами я любомир борода и сегодняшний выпуск я хочу посвятить моему рабочему инструменту часто мне задают вопросы по поводу того какими иглами я пользуюсь чем обрезать паракорд а как его лучше обжечь и так далее вот поэтому сегодня я решил ролик посвятить именно своему рабочему инструменту сразу скажу то что это не правило для всех это лишь тот инструмент которым пользуюсь я вот и брать его как ну как за рекомендацию наверное возможно но как за правило ни в коем случае нельзя потому что я знаю ну кучу народу которых наверное инструменты намного покруче чем мой поэтому ну поэтому вот так вот собственно инструмент весь я разложил вот здесь перед экраном вот и начну по порядку собственно что и для чего и так ну первым делом для того чтобы сплести какой-то браслет да но обычный браслет нам надо замерить измерить запястье клиента соответственно незаменимый атрибут наверно каждого паракорд артиста мастера который работает с паракордом это сантиметровая лента собственно ничего в ней необычного нет она есть практически в любом хозяйственном магазине дальше рулеточка вот она у меня трехметровая рулетка со стопором для того чтобы было опять же удобно измерить там я часто пользуюсь измеряю темляки измеряя расстояние там от шакла до шакла вот там фастекс и до фастекс но и прочие дела чем чем удобно вы выставили размер соответственно нас топор поставили на тормоз и меряете все что вам надо с этим собственно тоже я думаю проблем ни у кого не возникает далее очень такой важный атрибут инструмент это ножницы вот прошу заметить что не каждый ножницы хорошо режет паракорд вот и очень часто они его рвут и ну и как бы неудобно мне нравится работать с таким инструментом когда вы отрезаете паракорда без особого напряга и он режется как по маслу красиво аккуратно я долгое время пользовался вот микро от лазермана у них очень крутые ножницы хорошие качественно они клёво очень режут паракорд мне мне нравится собственно сейчас вот даже покажу это так это вот чуть-чуть не брали вот все это аккуратно ровненько вот ну а потом мне один хороший человек посоветовал купить ножницы такие медицинские есть во всех медсервисах прочих точках где продают медицинское оборудование вот эти ножницы они очень долго держат заточку очень классно режет видите как это все выглядит собственно можно вторую сторону даже не держать когда вы прорезаете они очень круто качественно ровненько обрезают это очень хорошо когда мы работаем с такими моментами когда я нам надо вот два конца ровно обрезать и сразу их спаять ну и соответственно чтобы один не улетал куда-то тут ножницы их там не прижимали не рвали вот мне удобно работать именно с такими вот ножницами стоит они если в украине то до 100 гривен как там по россии по другим странам я не знаю ну это недорогой инструмент и и крутой как по мне далее шило знаете какого-то конкретного применения шилу у меня прям нету вот рекомендации я часто прокалываю там дырочки в пакетиках когда упаковываю вот иногда наношу какой-то размер на паракорд джиг на инструмент то есть если нет там под рукой у меня ручки еще что-то но иногда бывает то что нужно этом шилом дырочку проделать и вот тут ты уже знаешь что здесь ты либо за закрепишь какой-то крепеж либо еще что-то делаешь ну шило оно и в африке шило собственно всем понятно далее инструмент для плетения ланьярдов вот инструмент хендмейдовые как бы да сделан руками вот по поводу как на нем присти как с ним работать я вам показываю даю ссылку под этим роликом и собственно ссылку в самом ролике на нем за стоять внимание не будем вот еще хорошо иметь инструмент для плетения обезьяньего кулака monkey fist но у меня его нету обезьянье кулаки я плету пока на пальцах что не очень удобно и кстати если вам интересно как присти monkey fist я могу об этом записать какой-то один из следующих роликов если интересно то пишите комментарии под этим роликом что да любомир запиши-ка ты пожалуйста как плести обезьяний кулак и соответственно если такие комментарии будут то ролик я сделаю вот далее зажигалка зажигалка это один из наверное самых важных инструментов в работе с паракордом потому что не каждый зажигалка можно сделать то что собственно нужно делать вот когда вы обжигаете паракорд вам надо иметь достаточно хорошее мощное пламя и в то же время стараться его как бы ну я бы назвал это целовать а не засасывать сюда то есть с паракордом надо работать при обжиге аккуратно для того чтобы он не начал гореть плавится превращаться во что-то непонятно там черное ну собственно чтобы он не потерял свой красивый вид и соответственно для этого нам нужен очень хороший бесперебойный инструмент например вот так это надо делать вот аккуратно его гладите проглаживаете все и для этого же у меня есть еще вторая зажигалочка который я просто прижимаю аккуратно кончики чтобы они становились глянцевые классно аккуратно почему у меня две потому что это сломалось и не работает как зажигалка но мне у нее очень нравится вот этот полированный момент я привык уже с ней давно работать то что я и обжигал и сразу прижимал все концы и края поэтому я ее до сих пор держу как инструмент такой вот прижима полировки вот зажигалку рекомендовал вот эту называется на как-то там зенга да вот многие мастера с ней работают у нее есть удобный такой вот момент то есть она заправляется вот и есть такая вот подставка то есть чем хорошо во первых просто можете его поставить во вторых у нее есть такой вот замочек вы можете нажав его отпустить собственно клапан подачи газа а газ все равно будет идти поставить она будет у вас работать как горелка вот и собственно стоит руки свободны она работает вы можете что-то там обжигать я так этим не увлекаюсь вообще так не пользуюсь но вот именно в таком формате но кому-то наверное это будет удобно да такая небольшая газовая горелочка домашняя вот купить ее можно наверно в различных интернет магазинах я ее покупал на заправке око вот дальше так это мы все убираем переходим наверно к самому интересному это наши иглы вот часто спрашивают какие его использовать чтобы не повредить паракорд там вот буквально недавно был такой комментарий вот где купить ребят смотрите купить можно даже наверное на алиэкспресс купить можно у людей которые занимаются продажей паракорда у поставщиков вот но иглы совершенно разные вот например вот это вроде игла она как раз куплена на каком-то таком ресурсе она недорогая она стоит там порядка 50 или там 60 наверное гривен вот куплена у поставщиков и скорее всего ее покупали как раз на каком-нибудь алиэкспресс или прочим сайте смотрите она толстая достаточно толстая вот внутри отверстия у нее не очень толстая как бы да и очень большая толстая стенка то что ну как бы уже не мнение очень удобно и плюс там резьба наверное она какая-то мягкая потому что когда я загоняю в нее паракорд то не всегда у меня это получается удачно вот это скорее всего мягкий металл вот в котором некачественная резьба вообще знаете как засунуть паракорд в иглу сейчас я вам покажу обычно это делается таким образом мы немножечко расплавляем конец паракорда проходим по нему так вот пальчиками и с небольшим усилием вкручиваем в иглу вот если резьба там качественно ты паракорд держится очень хорошо ну вот в принципе сейчас она зашла даже так вот очень классно намертво ну собственно я ей пользовался когда мне очень нравилось прям я ее любил пока я не поймал вот такую иглу она тоньше вот и смотрите какое у нее отверстие отверстие в принципе практически в такую же толщину как сама игла ну согласитесь разница огромная вот она тоньше и длиннее и соответственно в нее также хорошо заходит паракорд даже я бы сказал лучше потому что у нее резьба более резкая как бы что ли более острая и туда паракорд загоняется прям как по маслу и мне с ней очень удобно работать вот вот как раз разница да это игла длинная тоненькая она приобретена на сайте джек прошел это такой америкосовский сайт где есть куча различных инструментов для паракорд мастеров паракорд артистов вот заказывает оттуда можно но у них очень дорогая доставка и соответственно пользуйтесь наверно какими-нибудь компаниями которые консолидируют посылки и компании которые занимаются пересылкой в ваших товаров уже в вашу пересылка товаров вашу страну вот таких компаний сервисов очень много и соответственно те которые дают вам виртуальный адрес в сша вот и можно заказать на джек прошел набор различных инструментов и потом с помощью переспере как сказать компании вот это вот почтовый которая пересылает забрать это все к себе домой вот собственно мне вот такая игла нравится больше она стальная она офигенная в ней не порт нихерится резьба и с ней очень приятно работать вот далее это игла с того же магазина но более толстая из более крупным отверстием то есть если вот с этой я могу работать по ракордам там например этого дам вот то сюда уже очень хорошо идет франклин вы знаете что франклин более толстый в отличие от того же этого да или эльвуда вот далее игла для микрокорда опять же с этого джек прошел вот длинная но она как бы толстенько удобно и мне она очень нравится единственное что у нее отверстие чуть больше чем сам микрокорд поэтому в микрокорде приходится делать вот типа такую вот плавить головочку небольшую аккуратно и так делать сильно не зажимать и потом заходить уже в иглу вот с микрокордом отдельная тема то есть вот такую иглу когда я приобрел она очень классно меня выручает она очень хорошо работает с микрокордом и нет никаких проблем до этого у меня была вот такая игла то есть она это вот опять какой-то я не знаю что это алюминий или латунь она очень из мягкого металла у нее очень тоненькой дырочки она удобная удобная как раз в плане декорирования браслетов но у нее внутри вот эта резьба она опять же очень мягкая вот и когда я вгонял туда паракорд он либо не заходил либо заходя ломался на месте спайки и оставался там внутри и все время приходилось его газом вот это вот там выжигать доставать ну и соответственно очень много проблем паракорд все время отсюда у меня вылетает то есть ну этой иглой удобно пользоваться пару месяцев активного использования потом она начинает давать сбой и поэтому когда я ее заменил вот на эту я сначала подумал болен что вы мне прислали сволочи она такая огромная толстая наверное неудобная по сравнению с этой да вот но потом я приработался и понял то что вот с этим работать намного круче чем вот с этим такие вот дела по иглам с иглами мы разобрались далее у меня есть опять же моем наборе инструментов два надфиля один круглый один плоский для того чтобы дорабатывать бусины как известно бусины собственного производства либо даже вы покупаете какие-то стандартные бусины очень часто бывает что где-то внутри у них остаются заусенцы для того чтобы не порвать паракорд желательно каждую бусину какой бы крутой она ни была проверить на предмет этих самых заусенцев и немножечко внутри пройти над филе чекам вот далее у меня есть плоскогубцы и вот такое вот хитрое устройство это я просто приобрел потому что мне когда-то понравился и внешний вид вот думаю какая штука классно наверное что-то я с ней буду делать вот и она меня иногда выручает когда мне откуда-то надо вытащить как щипцы до кончик паракорда маленький я могу ее как-то вот залезть зацепить и вытащить а так в целом я пользуюсь знаете когда остаются маленькие хвостики и надо хорошо подтянуть на окончании браслета можно двух сторон взяться как двумя плоскогубцами просто чуть-чуть подтянуть то есть это собственно всем все понятно вот ну и последнее что я хотел бы наверно показать это конечно же мой паракорд джиг вот который вы в принципе видите во всех моих роликах на всех моих фотографиях как он работает всем я думаю понятно вот но я дам ссылку на ролик про эти джиги для того чтобы здесь уже не грузить вас этой штукой ну и соответственно джиг может быть вот такого плана вот этот мне чем нравится то что это пока еще заготовка у нее обе головы крутятся мы собственно можем и обе двигаются мы можем переставлять как одну сторону так и в другую сделать себе удобную разметку вот помимо браслетов из паракорда на таком джиги можно плести какие-нибудь браслеты типа там шамбала и прочее то есть набили гвоздиков пожалуйста подцепили завязали и работаем вот кому интересно вот такие заготовки их есть у меня единственное что я в последнее время не обвешиваю их креплением потому что я уже об этом говорил каждый мастер хочет по-своему а некоторые говорят сделали как у тебя но у меня стоят крепления от детского конструктора бегать по магазинам покупать совковые детские конструкторы или там искать их на каких-то там площадках типа аукционов как раритет у меня нет времени и желания поэтому ну как я считаю главное чтобы была такая штука а уж повесить на нее свои крепежи ну блин если вы мастер вы хотите что-то там прийти вы сами поймете что вам туда вешать как вам вешать сделать как вам будет удобно заготовочки такие пожалуйста можно приобрести у меня апгрейд на заготовку блин но если у меня будет отпуск и мне будет нечем заняться я какую-то часть из них апгрейджу специально для вас ну а пока только в таком формате вот друзья такое было получилось у нас видео видео про инструмент инструмент для работы с паракордом надеюсь оно было вам полезно вот ставьте свои лайки подписывайтесь пожалуйста на мой канал для меня сейчас это очень важно вот всем добра делайте отличные изделия всего вам хорошего до новых встреч с вами был либо мир борода